здравствуйте мои дорогие друзья дамы и господа я роман головин и сегодня хотел бы с вами поговорить о алкоголе все вы знаете что алкоголь это средство влияния на массы людей и как соль естественно происходили бунты когда и горбачев сухой закон вводил и это влияет на людей как наркотик то есть когда забираешь появляется людей психологические проблемы то есть имеется зависимость сегодня у нас уже есть очень-очень много наблюдений за людьми алкоголиками могу сказать сразу особенно для тех людей кто только-только пришел на канал еще не знают эту информацию первое по какой причине люди начинают пить 1 по дурости таких где-то наверное процентов 25 наверное 15-25 вот так процентов темные когда приходят то есть цепляют душу переписывают программу и заставляют человека пить то есть когда пьет тело быстро погибает и душу на свою сторону перетаскивают потому что темные они хотят заполучить уже готовую душу которая не должна развиваться множество жизни очень-очень редко карма и порча и остальная масса но темные наверное занимают ну наверно процентов 40 может быть все остальные процента это занимать жизнь на уроке некое испытание вот когда человеку специально светлые сущности ваш учителя прописывает чтоб он выдержал эту нагрузку и противостоял что происходит с человеком люди начинают застолья каких-то да то есть приходят в гости компанейские выпивают ребята друзья давайте выпьем там покурим и происходит привыкание головного мозга когда человек на вкусно покушать любит там курит там психотропные средства принимает наркотики разные вот алкоголь тоже является наркотиками и всегда особенно молодежь которая смотрит вы задумываетесь что вы пьете кладете в рот это очень важно да по молодости хихихаха там а потом очень сложно от это избавиться то есть есть привыкание определенное со временем особенно когда люди используют некачественный алкоголь и естественно очень сильно влияет на здоровье человека мы когда начинаем лечить с помощью сущности алкоголиков очень часто практически каждый день этим занимаемся сроки очень большие то есть у сущности просим один раз и она начинает помогать избавляет человека от алкогольной зависимости но сегодня вот аспект хотел показать другой стороны что многим силам выгодно чтобы люди спивались человек когда длительное время используют алкоголь меняется подходы к жизни во первых разрушаются все органы человек начинает неадекватно оценивать себя свою личность окружающий мир пространство обещает становится таким лицемерным скажем происходит подмена понятий что-то обещает но не делает там пытается себя создать такую личность что он все может он все сделает он все контролирует на самом деле это больше самообман разрушает головной мозг разрушает те сферы которые человеку даются для синхронизации информации сознание меняется от алкоголя реально воздействует на сознание на всю информацию которая хранится в головном мозге память нарушается и адекватность поведения нарушается человек становится зависимым много вещей в жизни существует различных зависим от алкоголь это такая самая основная зависимость все люди по-разному кто-то в компьютер играет кто-то курят там кто-то на лыжах катается кто-то алкоголь пьет и поэтому естественно постепенно постепенно люди начинают застолье с небольших потом уже сами себе покупают сами злоупотребляют и где-то там задумал и так далее пропевает там зарплаты и так далее и многим силам это выгодно особенно темным это и во-первых и разрушение определенных наций это и полная дезориентация человека легко его контролировать вот за деньги сделать все что угодно и так далее но естественно алкогольный бизнес он всегда существовал люди которые занимаются алкоголем они нарабатывать все карму могу сразу сказать нация вырождается который злоупотребляет алкогольными напитками понятно что для государства тоже определенный доход и те кто этим занимается они не думают о людях естественно да нет бы сказать ребята там ну вот пропаганда пошла на всех уровнях там что курить вредно там пить алкоголь вредно не модно и так далее то есть пропагандировать надо налево направо когда человек алкоголик он не может не духовно развиваться не выполнять свою программу там да не воспитывать детей там да и так далее потеряет квартиру как правило многие бомжами оказываются и так далее то есть вся жизнь она выброшена на ветер те люди которые поднимают рюмки они поначалу не думают там студенты там школьники здорово классно мы взрослые нам все можно мы хотим попробовать и так далее к сожалению не все люди могут остановиться у кого-то в программе этого нет испытания алкоголем нету темных там так далее то есть эти люди еще могут как-то бросить но есть группа людей с которым мы постоянно сталкиваемся что там буквально попробовать несколько раз по люди привыкают и существуют алкогольные панкреатиты которые буквально за несколько раз возникает у женщины так далее женщины больше подвержены алкогольной зависимости сложнее выводить их с алкоголя но хотя к нам больше конечно мужчина обращаются вернее их жены обращаются родственники сами-то они как-то всегда стесняются я считаю что стесняться ничего не надо мы все свои как бы да все прекрасно понимаем с любым человеком много что может случиться мы еще живем не в очень высоких измерениях поэтому к сожалению такие испытания тоже на нашу долю выпадают и прибегнуть к помощи сущности всегда можно по крайней мере узнать причину вот чтобы точно знать самому бороться либо с помощью сущности сил разных которым это выгодно всегда много кто-то по глупости распространяет алкоголь зарабатывает какие-то силы наоборот выгодней чтобы рождаемость уменьшался так далее водку в современном виде придумал дмитрий иванович менделеев естественное очень много если качественно некачественное лучше и вообще не пить никому никогда не виде вина там не виде чего вообще не грамма то есть организм человека он не нуждается в алкоголе вообще не в вине там да не в каких-то легких напитках то есть это просто яд чистый яд вот те кто злоупотребляет естественно быстрее стареют болеют сильнее по с памяти у них уже становится постепенно и так далее то есть все вот эти аспекты они существуют и вечная борьба была и на государственном уровне испевались много очень людей боролись потом опять отпускали вот опять сейчас вот в любое количество алкоголя да какой только душе угодно там в супермаркете пол километра идешь там эти алкогольные напитки они везде есть и к сожалению да когда вот идешь каких-то мелких городах по улицам везде пивнушки забегаловки и причем какие-то магазинчики закрываются пивнушки открываются спрос есть люди туда идут и так далее иногда просто иногда реально страшно становится насколько люди спиваются и неприятные моменты но что делать придется проходить их живет такое время когда люди еще не сознательные вот не понимает что они делают живут живут сию секундно и не думают о завтрашнем не пишите свои комментарии делитесь своим опытом пониманием удачи вам никогда не злоупотребляйте увидимся новых видео до свидания